Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодной в этом выпуске. Позволит повысить круглогодичную транспортную доступность населения в 7 раз. Мост через Лену будут строить на основе консессионного соглашения. Первый поезд прибыл в Якутию 25 лет назад. Светоотражающая одежда стала обязательным атрибутом автолюбителей. Мост через Лену будут строить на основе консессионного соглашения. Такое решение было принято совместно с правительством России. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил руководитель Якутии Егор Борисов. Это крупный проект. Большую инициативу проявляют инвесторы. С правительством России принято решение реализовать его на основе консессионного соглашения, отметил Борисов. Ранее наш телеканал сообщал, что правительство страны поддержало проект строительства мостового перехода. Он позволит повысить круглогодичную транспортную доступность населения в 7 раз. Объект строится на пересечении трех федеральных дорог. Также к месту будущего объекта уже подведена железная дорога. В декабре 1992 года окрестности микрорайона «Солнечный» заполнил протяжный гудок. В Алдан пришел первый пассажирский поезд. Как это было и какие возможности откроют якутианам стальная магистраль в ближайшем будущем, обсуждали ветераны железнодорожного строительства на встрече в журналистской гостиной. Дорогие алданцы, мы с вами находимся на 293-м километре железной дороги Беркатит-Тамут-Якутск. Бригада монтёров пути СМП-574, бригадир протопюк Николай Николаевич, заканчивает укладку пути на подходе к станции Алдан. Очередная традиционная встреча в журналистской гостиной редакции газеты «Алданский рабочий» была посвящена 25-летию прихода в Алдан первого поезда. Помню прекрасно, что это был серьёзный мороз, порядка 35 градусов с ветром. И когда мы вообще обозначали эту дату прихода первого поезда, мы опасались, что люди из-за мороза не придут, как это часто бывает с такими мероприятиями. Но насколько было моё великое удивление, что пришёл практически и старый млад. Потому что люди шли и шли и шли. И мы с официальной делегацией не могли даже вовремя подъехать на начало митинга, потому что были пробки из машин, из людей. Расчистка просек, отсыпка, укладка рельсов и шпал, возведение вокзалов, строительство железной дороги, труд долгий и тяжёлый. Сегодня жители не только Якутии, но и всей России находятся на пороге большого свершения. Железная дорога дошла до Нижнего Бестяга. По участку Томот Нижний Бестях три года назад было открыто рабочее движение. Скоро Гудок издаст первый пассажирский поезд. Там осталось немного достроить, довести объекты до окончательного варианта. Но это зависит не только от эксплуатационников, это ещё зависит от того, как дорогу доведут до логического конца. Сегодня жизнь без железной дороги немыслима. Для большинства семей поезд – привычный транспорт. Но только железнодорожные строители способны испытывать сильнейшие чувства, глядя в окно под стук колёс. Стальной магистралью на просторах Дальнего Востока пролегла их юность. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачёв, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. В арктические районы республики выполняют чартерные рейсы со свежими овощами, фруктами и скоро портящимися продуктами. Лишь в декабре в Алайховском районе было выполнено две доставки. Четыре тонны социально значимых продуктов и овощей доставили вертолётом Ми-8. А на этой неделе в посёлке Чикурдах ожидается ещё один рейс. Между тем, население отмечает широкий ассортимент продуктов в магазине Якута Пторка. На данное время у нас уже было два чартерных рейса. То есть один рейс мы обслужили население наше, продано четыре тонны. Это овощи, фрукты. И также сейчас в данное время ведём обслуживание на слега. В Оленигорск отправили мы понедельник, это будет Берелях-Быгнер. 20... во вторник у нас рейс ожидается на наш социально значимые тоже продукты. Водители обязали носить светоотражающую одежду. Теперь в случае нахождения на дороге или обочине придётся одевать светоотражающие жилеты. Где и при каких условиях это необходимо, расскажет Евгений Тайтонов. С 16 марта следующего года вступают в силу постановления правительства России, обязывающие водители носить светоотражающую одежду. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев 12 декабря этого года. Водитель при вынужденной остановке транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала. Большинство водителей положительно отзываются о нововведении. Отлично. Я хорошо живу. Так же ещё светит город, это видно же будет. Безопасность будет. Пешеходом, водителем всё хорошо будет. В таких случаях, когда он ремонтирует и так далее, нужно одевать, наверное. Да, будь моя воля, я бы всех светоотражающими полосками обклеил. Ну и в первую очередь их же безопасность. Ну и водителям меньше геморроя. Он издалека просто будет видеть и как бы соответственно реагировать. Жилеты со светоотражающими элементами продаются в любых магазинах спецодежды. И стоят они порядка 300 рублей. По данным ГИБДД республики, за этот год в тёмное время суток было зарегистрировано 51 наездов на пешеходов. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека. Получили ранения 51, в том числе 12 детей. Светоотражающие элементы смогут сберечь участнику дорожного движения не только здоровье, но и жизнь. Если вы вышли из машины, в случае внужденной остановки обязательно наденьте жилет. Он обезопасит вас, сделав видимым в любых погодных условиях. Благодаря жилету вы станете заметным на значительном расстоянии в любое время суток. Надевайте его на верхнюю одежду. Также сравнительно недавно пешеходам было прописано обязательное ношение светоотражающих элементов на одежде, если они передвигаются по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток, вне населённых пунктов. На водителей, выходящих из машины в подобных условиях, правило не распространялось. Евгений Тейтонов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Перед новогодними праздниками объём продажи пиротехники резко возрастает. На чём и наживаются продавцы, предлагающие жителям небезопасный фейерверк. Сейчас праздничную взрывчатку можно приобрести на любой вкус и кошелёк. На что обратить внимание при покупке в сюжете Виталия Абрамова. Новогодние праздники – один из наиболее пожароопасных периодов. В прошлом году, с 30 декабря по 10 января, было зарегистрировано свыше полусотни пожаров. Не обошлось, к сожалению, и без человеческих жертв. Были и такие случаи, когда новогодние салюты залетали на балконы многоэтажек. Поэтому в это время оперативные службы начинают работать в особом режиме. А где пищи-то где? Вот. Где там стоит? Она должна быть доступна в месте, и не хватает. В первую очередь на сертификацию отездки, продаваемые изделия. Также инструктаж от продавца, который реализует непосредственно вот эти изделия. И наличие огнезащитных средств. Мелких нарушений более чем достаточно, но инспектор отмечает, что с каждым годом их всё меньше. Специалисты советуют приобретать фейерверки только в сертифицированных торговых точках. И тщательно осмотреть само изделие. На срок годности и на наличие сертификата надо обращать. На любом изделии дата конца эксплуатации указана. Всё это обязательно. И по серийному номеру требуется сертификация ответствия. Но даже несмотря на инструкцию на русском языке, хорошее оформление и наличие маркировок, салют может оказаться серым. Соблюдаем технику безопасности. От ближайших зданий больше 30 метров должно быть, но не меньше. То есть не допускается до разлёта частиц в сторону жилых домов. То есть у нас у всех есть балконы, где там люди хранят свои вещи, которые могут загореться от данного пиротехнического изделия. То есть большинство пожаров происходит именно по этой причине. И тут же вполне сертифицированная римская свеча даёт осечку. Она не соответствует данному классу опасности. То есть разлёт частиц нестабильный. То есть взрывается на уровне лица. То есть вполне возможно, что кто-то при использовании этого пиротехнического изделия пострадает. Таким образом и выявляются бракованные изделия в отношении продавца на счета проверка. Ежегодно в преддверии и во время новогодних праздников только в одну республиканскую больницу попадают десятки якутян, пострадавшие от некачественных фейерверков и в основном это дети. Обратилось в отделение около 10-12 детей, которые пострадали от некачественных фейерверков и неприсмотра родителей. Травмы бывают... Ну вообще любая петарда имеет взрывной характер. Взрывной характер плюс термический ожог температурный. Глубокий при попадании петарды на тело или на кожу она углубляется, усиливается и соответственно ожог сам по себе довольно-таки глубокий. Фейерверки – непременный атрибут нового года, но именно этот период считается наиболее пожароопасным. Соблюдая правила безопасности и используя только качественную пиротехнику и праздничный салют, вы получите только положительные эмоции. Виталий Абрамов, Владимир Павлов и Георгий Григорьев, Инвокасаха, Якутск. И в завершении выпуска в приполярном городе стартовал новогодний фестиваль. Несмотря на сильный мороз, несколько тысяч удачницев вышли на улицы, чтобы дать старт новогодним праздникам и вместе со всеми зажечь главную елку города. Не остались в стороне и соседей с поселка Оленек. Они приготовили необычный сюрприз для юных горожан. Моя коллега из Алмазного края продолжит. Новогодний фестиваль добрался и до Полярного круга. В одном из самых отдаленных городов региона, Удачном, официально начали отсчет до главного праздника зимы. Несколько тысяч удачницев собрались на центральной площади, чтобы поделиться друг с другом предновогодним настроением. Его также привезли с собой гости из Оленька. Главные гости праздника на Олене-упряжке преодолели 300 километров, чтобы поздравить жителей с наступающим 2018 годом. Они же сделали и для всех желающих своеобразный подарок. Прокатиться на Олене-упряжке в этот день разрешили каждому. Надо ли говорить, что от желающих не было отбоем, несмотря на настоящий северный мороз. Прикольный праздник, очень понравилось. Только я еще на оленях не катался. Очень красочно. Хорошо, что почаще нужно, чтобы так проводить в преддверии Нового года. Напомним, зимний фестиваль стартовал в разных уголках нашей страны впервые. Проводят его в рамках программы «Комфортная городская среда». В Удачном также решили поддержать эту эстафету. Мы сегодня, я так думаю, устроили праздничное настроение для жителей нашего города. Мы дали старт к новогодним и рождественским мероприятиям. Торжества по случаю зимнего фестиваля, вопреки предположениям организаторов, растянулись на весь день. Чтобы две недели оставшиеся до боя курантов пролетели как можно скорее. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК «Саха» и «Саха-24». Еще больше информации на интернет-портале nvk-deficial.ru. Всего доброго!